Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня, например, бы хотелось поговорить о фаленопсисах. Фаленопсисы, которые растут во мхе. Их несколько видов есть. Тайваньские, азиатские. Они чаще приходят нам во мхе, вот в таком состоянии. Корешочки. Многие начинают вытаскивать мох. Потом акклиматизация, сбрасывание корней. Очень плохо акклиматизируются. Я так не делаю. Я их сажу. Например, покажу фаленопсис, который у меня сидит месяца 3. Он не пересаживался в кору. Вот так выглядят его корешочки. Сейчас я покажу, как мы это сделаем. Пересадим. Как видите, ботва его. И скоро он будет свистеть. Дыха ствас таких два экземплярчика красивых. Я его посажу обратно в горшочек. Ставим пока. Вот эти фаленопсисы. Видно, что они в коре. Здесь хорошие корешочки. Их я обычно не пересаживаю. Их содержу вот так. Это идут природные виды. Вот их несколько. Как таковые пересадки чаще всего немецкие фаленопсисы не требуют. Сейчас пересадим тайваньский фаленопсис. Он у меня где-то уже недели 3 стоит. Его нужно пересаживать. Все равно пока зима. Вряд ли кто-то заберет. Собственно, вот оберем обычный горшок. Буквально на сантиметр больше, чем сам фаленопсис. Мы его ставим. И вот это место мы заполняем хом, который мы приготовили буквально в прошлом видео. Есть такие ножницы, очень удобные. И вот эти вот места не трамбуем, а просто аккуратненько его закладываем. Чтобы он просто как бы стоял. Вот так вот закреплены. И как показала, неважно какой даже горшок. Прозрачный, либо черный. С прозрачными напряженками, растений много. Поэтому приходится покупать черные горшки транспортировочные. Но если есть пластиковый, обычный, даже лучше. Вы в нем больше будете ориентироваться, поливать его или нет. Собственно, уходит немного мха, совершенно немножко. Мы аккуратненько запихнули. Мох не сухой, мох должен быть влажный, в который вы будете садить. Фаленопсис желательно немножко просушить. Вот такое состояние у него получается. Все аккуратненько посадили. Убрали сутки. Вот, собственно, вот так мы его посадили. Поливать мух влажный нужно. Это через пару дней. Поставить в поддончик его. Налить буквально сантиметр воды. Мух гикроскопичный улет. И поставили на место. Это конкретно фаленопсис бастиани. Также у меня есть второй такой же фаленопсис. Пинанг виолоцея альба. Он белый, он даже с цветоносиком. Вот где он тут. А вот он. Можно увидеть. Он такой красивый. Но тоже нужно пересаживать, потому что очень маленький ком. Процедуру повторяем так же. То же самое мы закладываем. Можно сказать, что фаленопсисы пересажены. Теперь они так будут у меня жить. Скорее всего, зимой они дадут цветоноса, потому что этот экземпляр уже цвел. Этот бастиани еще пока не цвел. Но думаю, скоро будет цвести. Покажу фаленопсисы, которые тоже сидят месяца три, но в прозрачном горшке. Вот корешки. Та же самая посадка в мух. Тоже была вытащена за ушки. Вот такие корни. Такое здоровое, классное растение. Поэтому я призываю не пересаживать в кору. Растение растет очень хорошо во мхе. И тут такой же экземпляр, только горшок поменьше. Тоже целая куча корней. Он даже очень красиво цвел. Я думаю, цвести опять зимой тоже будет. Ну вот мы пересадили эти все фаленопсисы. Теперь по уходу во мхе немножко уход другой. Мох нельзя высушивать в хруст. Вот как они приезжают из Тайвана сухие. Для низа это стресс. Чтобы во мхе фаленопсисы росли хорошо, его нужно поддерживать в влажном состоянии, не мокром. То есть просох мох. Вот здесь видно, что мох уже суховат. Но внизу есть испарина. Поэтому рекомендую больше содержать в пластиковых прозрачных горшках. Вы будете лучше видеть. Вот испарина уйдет из этого горшка. Тогда можно будет поставить в поддончик, налить немножко водички. Мох напился. Поставили его на место. Чаще всего в теплице они у меня вообще мокрые сидят. Ну, движение воздуха хорошее, поэтому мне страшно. Вот эти свежечки посажены. Ну, полью я их через дня три с поддончика снизу. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была вам полезна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok